всем привет мы приехали на кипр и мы сейчас собрались прогуляться по лимонаки пляжу пойдемте посмотрим как это все выглядит мы уже один раз здесь купались нам понравилось единственное мы купались в начале пляжа а все говорят что нужно уезжать подальше точнее уходить подальше налево туда там и водичка лучше и место для зонтиков лучше кстати хочется сказать если вы вечером будете гулять то вот это вот залив с кораблями вот эта бусточка она вечером очень классные можно прогуляться еще вот туда к маяку вот туда дальше и там очень прикольно посидеть начинаете пляжик вот с такого большого из такой большой площади здесь классные сделаны фонари виде как матч кораблей потом кстати классная кафешка есть очень баскет мы там кушали вполне себе норм направо пошел пирс с маяком в конце и вот это тот самый пляж стоит сказать что на этом пляже лежаки стоят 250 за лежак еще и зонт стоит 250 ты пять за человека если что будешь отдавать за раз но как мы узнали на кипре пляже не принадлежат всем этим ребятам которые тут ставят зонтики поэтому можно спокойно приходить со своим зонтиком и становиться в любое место пляжа и загорать что мы будем делать и не будем платить с двоих 10 евро в день вот такая у нас тут красивая водичка тут в начале пляже достаточно мелко больше для деток там дальше в глубине пляжа есть места где быстрее глубина наступает и удобнее купаться взрослым вот тут после детской части пляжа есть каменистая часть вот тут не рекомендую босиком ходить я если честно видел там одного ёжика что опасно поэтому босиком вот тут по камешкам лучше не ходите еще прикольно что они тут вот между камней делают такие дорожки чтобы люди не сильно статыкаясь о камне могли проходить купаться моря и вот видите кстати большинство здесь берут таки в аренду эти зонтики и эти шезлонги и лишь небольшое количество приходит и ставит свои зонтики место для своих зонтиков здесь есть и чем дальше идешь тем этого места больше вот тут у нас уже и море красивое и ежиков никаких нет и дорожки свободно от камней прочищены и становится все больше и больше места где можно спокойно воткнуть свой зонт и позагорать и море становится тем лучше чем дальше ты уходишь налево если смотреть на море вдоль пляжа так что мы сейчас идем вон туда вдаль как видите сзади меня лежаки и они блин все пустые тут на самом деле очень мало народу говорят рейсов очень мало при этом контингента реально очень много русскоговорящего но вот людей мало вот посмотрите на эти лежаки на самом деле народу немного вот в этой части пляжа чуть подальше от начала вообще какой-то голяк там вначале еще хоть кто-то есть так что здесь по факту сейчас гораздо безопасней гораздо безопасней по факту чем в москве во многих местах россии главное сюда прорваться пролететь через вот эти все преграды на самом деле мы их прошли я в отдельном видео потом расскажу подробнее как это было что там обязательно нужно учесть мы там в один момент немножко чуть не пролетели но в итоге все оказалось нормально и отдельно еще потом расскажу про отельчик в котором мы живем отельчик классный я его рекомендую из более-менее доступных он прям прям очень хороший вот мы ушли подальше вглубь пляжа ламинаки бич и посмотрите здесь какая красота смотрите достаточно мало народу бирюзовое чистейшее море песочный вход и вот посмотрите здесь большая большая полоса где можно расположиться со своими зонтиками со своими лежаками спокойно лежать куча песка детки могут играть и посмотрите какое море прекрасно сегодня мы дальше уходить не будем но я думаю дальше еще прикольнее кстати вон там конце ламинаки бичи если вот по дорожке туда пойти подняться там будет мост любви знаменитая такая арка над морем и там будут красивые виды вот сверху если по сталам там идти там будут очень красивые виды и мы туда еще входим еще не ходили сейчас сейчас пора купаться ну что пошли пробовать водичку водичка отлично короче ламинаки бич отличный далее будут видосы про остальные пляжки давайте всем хорошего отдыха а а а а и и а и а а еще возле пляжа лимонаки есть очень прикольный если вы пройдете в середине его и пойдете вот в будке спасателей то здесь есть такая дорога очень прикольная вот такая вода и с нее отлично видно весь пляж видите он далеко тянется и вот да видите людей не очень много и вот там еще наверху растет очень шикарное дерево фотографическое мне кажется сюда стоит подняться как на обзорную точку пляжа ну и вообще для тех кто как я не любит долго на месте на пляже лежать хоть куда-то можно прогуляться вот я как раз поднялся на эту обзорную точку и отсюда видно весь пляж виду это потрясающе чистую бирюзовую воду который я обязательно еще разок залезу давайте до новых встреч я пошел дальше исследовать кипр пока подписывайтесь на этот канал ставьте ваши лайки если интересно постараюсь побольше заснять о кипре пока мы здесь пока мы сюда прорвались давайте всем хорошего отдыха